приветствую друзья и подписчики оказалось много вопросов насчет лошадок не успеваю отвечать маленькими порциями решили выйти в эфир поотвечать на вопросики и за одним что-нибудь рассказать интересненько хотелось бы рассказать что желательно делать а что не стоит делать с лошадьми ну начнем пока вы собираетесь с маленького это вот возле уздечки если надеваете вожжи запрягаете то распространенная ошибка это карабин застегивать как нам удобно вот сверху он может если так застегнута повредить при рулении повредить лошадке губку так что карабин одевается застежкой снаружи наружу от мордочки очень много было от вас вопросов насчет того чтобы подходить сзади лошади в принципе вот безопасное расстояние это на вытянутой руке и не дальше чем пузо потому что по физике лошадь она не сможет вас даже если маленькая попытается легнуть она не сможет вас сильно ударить если вы вдруг увидели у лошадки вот так вот прижимаются ушки вот так они так красиво красиво прижимаются и она смотрит на вас глазом боковым это значит есть что-то не нравится это вот он сейчас так отдыхает когда вот он вот так если лошадь сделает значит ему что-то не нравится к примеру лошади девочки в принципе не любят когда что-то делаешь возле вымени возле попы и они будут обязательно показывать всем своим нутром что там рядом не комфортно что когда кто-то лазит этот же он у меня воспитан ну как воспитан мы с ним очень долго времени возимся с ребятней и так как его мало обижают ну и наверное мало повезло что мало обижали в детстве когда еще у меня его не было но этого хозяина тоже по минимуму напугали видать ну или вообще не пугали что он спокойно вообще относится после того как я его стал мазать дегтем летом дегтем от мух это надо промазать везде все-все-все чтобы мухи выгрызли все мягкие места и после двух-трех раз он вообще перестал реагировать на то что кто-то к нему там лазит смотрят проверяют если ножку дать ножку 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 молодец спокойно дает и в принципе ждет пока полностью обработка сделается у меня чтоб рука не уставала я уже ложу на коленки и дорабатываю кто-то там использует чурочки подлаживает но технически подложить чурку нормально но лошадь ей как бы из-за того что тверденько и непривычно некоторые боятся даже чурок этот мне не боится опять засыпает ай молодец сегодня уже привез сенцианом еще даже сосульки не высыхают да тепленько снег падает сразу на грифки мокро мокрый если мороз то в принципе снег не прилипает он сразу от него отстает ну самое самый такой вопрос который мне по душе отвечать на него я обожаю отвечать даже вот когда ко мне приходят молодежь кататься ребятня либо вот с города иногда приезжают даже новички кто ни разу не садился на лошадь спрашивают что надо знать что надо сделать чтобы сразу получить доверие лошади ну как получить заслужить в принципе вот морковку дать что-то вкусненькое это само собой но чтобы лошадка перестала бояться того кто с ней контактирует и ну не проблемно слушалась команд когда верхом особенно необходимо знать самое ну самое первое это давайте я сравню образ этот вы все смотрели фильм аватар помните где она его обучала взаимодействия с лошадью ну там конечно были хвостики связь цахейла по-моему и называли эта связь но это один в один передает то что чем пользуются дрессировщики чем чем пользовались индейцы у индейцев ничего вот этого не было у них была только круглая вязь веревочка у каждого своя они одевали на шею и вот так вот они ездили воевали катались путешествовали так вопросик сейчас мне моя любимая жена поможет зачитать пегас с рождения белый или с возрастом повелел ну вообще лошадки они с рождения как бы свет задается единственное будет летом видно какой он белоснежный когда он искупается может быть если найду видео на компьютере где-то висит где мы купаемся там за хвост ребятя держится а мы верхом в воде у него когда он белесый и мокрый проявляются пятнышки не назвать чтобы он в яблоках но смотрится прикольно а так да это вот беленький цвет ну конечно вот если на рожицу посмотреть она грязная она в принципе на тоже тоже белая но сейчас она грязная из-за того что сено там пыль содержится семена растений и он как чушечка это потому что он наелся он засыпает наелся да ну-ка давай здравствуйте сколько лет ты гасу сколько лет где-то 16 или 17 15 я вот у кого брал его даже он ему подарили лошадь и он четко точно не знает когда день рождения отмечать это вот так как предложите так и будем отмечать все вместе самое мягкое нежное место и вот когда трогают ребятишки вот это вот бархатная губка нижняя зубки покажем ну-ка зубки как какие у нас вот такие зубки у нас вот вкусненькие мы конечно их редко чистим не каждый день и вот тема как заслужить доверие как раз относится к тому что во-первых чтобы ложь лошадь даже ну к примеру сам самый банальный пример он у меня спокойный дико бешено спокойно и когда приходит человек возраст без разницы какой вот но чем взрослее тем проблем не найти контакт почему объясню все дело в страхах чем больше страхов находится в тот момент здесь у того кто выпадает пытается взаимодействовать тем беспокойнее будет лошадь это как зеркальный показатель как датчик который показывает тебе в каком-то и состоянии это очень удивительно наблюдать очень так полезно потом общаться с тем у кого не удалось найти общий язык с лошадкой лошадка становится беспокойной начинает крутиться если верхом пытается залезть человек у которого страх что он упадет что лошадь легнет что укусит или там воображение уже разыгрывает сцены как он упал и на нем лошадь пляшет но это опять же если человек смотрел эти сцены фильма где-то еще и настолько проникся ими что они в него вот этим страхом засели лучше к лошадке не подходить обязательно надо знать что перед тем как лошадкой работать особенно если это не просто подошли погладили там покормили кормить то вам любая почти любая лошадка даст дастся кормить но кроме тех которые недавно родили они вряд ли подпустят первое дело это конечно работать ну как слова работать не подходит пытаться найти то в себе я не буду говорить что что не надо внутри делать со страхами я скажу что сто процентов вам поможет эти страхи испарить они так скажем очень быстро убираются любым положительным положительным воспоминанием именно чувствительного плана положительным вашей вашем сознании ну к примеру подошли подошли к лошади или перед тем как подойти к лошади вспомнили что-то близкое теплое вашему сердцу это четкий показатель в голове сознание возникает всплывают образы из из памяти всплывают образы которые ну так скажем не просто близки вашему сердцу появляется тепло вот это вот благое состояние можно так сказать и вот вот это вот штука внутри штука не это не ты штука эти не назвал этот жук лик воспринимает это как вкусный подарок энергийный именно вот это вот поле ваши ни для кого не секрет что это вот и по снежинкам изучал японец много много всего не буду сейчас перечислять вокруг нас поля и вот это четко показывает будет показывать спокойно ли будет лошадь будет ли капризничать будет ли слушаться либо будет убегать от вас наоборот не слушаться мне это чем помогло если не углубляясь в детали подстригать копыта меня просят периодически подстричь копыта какие-то лошадки мы говорят вообще не с ними не можем справиться но я сразу вспоминаю ну возобновляю тот образ который вот отношение к фигасе он же у меня друг который меня выручал не раз и болото мы попадали и куда только не попадали благ именно внутренняя благодарность доверие и когда этот внутренний образ передаешь той лошадке который который требуется обработка она становится намного податливее намного отзывчивее меньше переживает вот она все будет конечно же переживать особенно если рядом стоит ее хозяин вот я заметил четко чем хотелось бы поделиться если хозяин да вопросик косички в гривах заплетают по правде какие-то сущности или грива так сама по себе сплетается вот большие косички которые заплетаются как мне подсказала потом такая заядлая коневодка я потом заметил специально про правил эксперимент хотя без без нюансов сначала на гриву что-то пристает ну к примеру вот эта смола это смола кстати еще с лета потому что не то она ей заниматься надо сложно это у меня когда ребятня приходит вот весной все начинают его до осени выглаживать вылизывать вот мусор попадает от сена или там маленький репюшка какая-нибудь большая то я их убираю сразу чтобы они проблем не создавали и она начинает завертываться ее вот видно как она завертывается развернуть обратно ее сложновато потом приходится расцарапывать но были моменты когда косички не вот такого плана мне же тоже интересно эта тема была косички не вот такого плана а прям аккуратненькие сплетены из нескольких штучек в одну вот и ну так скажем до этого на на лошади никто не катался ночью я знаю что никто не приходит к нам на край деревни чтобы заплести что-то вот так что наверное есть два момента каким-нибудь мусором и как раз с теми домовыми или конюшенами которые следят за состоянием лошадки ну как бы еще раз повторюсь что я заметил лошадь которая так скажем больше переживает как-то меньше ее холят и лелеют у нее косичек нету не знаю почему вот сравнивать не буду я не держал 100 лошадей чтобы сравнить но вот с теми пять шесть семь с восьмию лошадьми лошадьми лошади лошадями которыми я работал общался так скажем так скажем разделял трудности жизни это вот такое замечание было что сухарь тебе еще дать ну давай еще сухарь дали а тебе может морковку дать давай мы тебе морковку дадим ну-ка подписчикам понравилось как мы с тобой целуемся смотри морковка ну-ка морковку ой молодец молодец вот что расскажу еще так это потом еще это еще потом спрашивают часто ну как кормить лошадку чтобы она не укусила есть такой страх именно страх что лошадь укусит когда будет брать если ей давать вот так вот она не хочет вас укусить но она когда губками будет пробовать пробовать взять у нее может получиться что она захватит вас зубками за пальцы и дети когда дают они как раз пугаются первый раз и надолго страх остается именно что прикусывает пальчики обязательно надо делать вот так вот тогда любая лошадь вообще без исключения она губками берет с ладошки даже если ладошку не убираешь и даже если на ладошке соль будет лежать она будет слизывать 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 она никогда не укусит зубками это вот особенности строения ротика лошади да ну-ка да и это на особенность строения нашего ротика ну-ка так а тут зубки посмотрим тут зубок нету вот кстати про что еще расскажу вот передние зубки у него и задние далеко далеко вот здесь вот он на них жует так вот что не надо делать не надо давать немытую немытые овощи немытые очистки что-либо что-либо грязное содержащие песок там все что может повредить зубкам почему объясню ну когда одну морковку дал это не страшно но если постоянно кормить немытым немытыми овощами к примеру то зубки у лошади они стачиваются как по наждачке что передние что задние стачиваются и минус в том что зубки у лошади уже не растут вот так они вырастают в молодом возрасте потом они перестают расти и надо их беречь вот вот эта вот ошибка что если давать грязное что-то бывает что соль сильно загрязнена если ну если кто-то берет не готовыми упаковками а в валовом таком виде кусками бывают куски чистые бывают грязные с вкраплениями там ну твердых пород такую желательно не давать а ну чтобы ему соль все-таки ну так скажем чтобы не выкидывать такие куски их просто размачивают в воде и все все вот эти вот жесткие которые могут повредить зубкам так скажем твердые твердые жесткие песчинки они оседают вниз соль в жидком виде тоже мы любим да пегель ну-ка петчатку положим на тебя спокойный какой коняшка да он вообще спокойный да пегель а вообще он он настолько спокойный что у меня никогда не было проблем тьфуة тьфу никогда не было проблем чтобы он кого-то легнул я наверное повторюсь но мне ну мне никогда не надоЕст это говорить он никогда никого не легал не кусал вообще ни разу в жизни Вот сколько я его помню. Единственное, конечно, тоже такая история с нами, связанная с этим, с пегасиком, это как ко мне он попал. Это вообще отдельная песня, но мы ее сейчас споем, пока вам интересно. В общем, у меня до этого было несколько лошадок, три передавались, старели. И перед ним, которая лошадка, так случилось, что я начал строить дом, ну, уже обзавелся детками, строить дом начал. И с лошадью стройка была несовместима. Я подарил ее, ну, так скажем, дал соседу, который мечтал о том, чтобы завести лошадь, на тех условиях, что если ему понравится, ну, она останется у него. Если что-то там не совместится с его внутренним миром, ну, возьму обратно после стройки. Это полтора-два года. И соседу понравилось. И вот после стройки прошло время. И у нас же в деревне у мужичка у одного, у которого был вот этот пегасик, но молодой. Он первый раз попадает с переломом руки в больницу. Потом в течение года второй раз с переломом ноги в больницу. И не проходит еще полгода. Еще раз с переломом руки. Причина. Наш пегасик, так как очень молодой, как резвый козлик. Видели же козликов? Вряд ли вы не видели козликов, которые прыгают вот так вот везде. Так как инстинкты, все инстинкты по развитию внутреннему и развитию мышц, они кричат ему, что нужно движение. А он стоит в столе. Мужичок, ему некуда было ездить. Он для души держал лошадку. Выезжал прокатиться раз в неделю. И представьте, как тяжело. Молодой лошади, которой надо прыгать, бегать, резвиться. Он перескакивал через заборы к соседям. Жрал капусту. Вот, на него жаловались. Переломы случались не из-за того, что он что-то ногами, копытами сделал. А просто, что когда его запрягали в телегу, он рвал, чтобы, так сказать, насладиться свободой. И, конечно же, на поворотах или в лесу пеньки, лесины. Бабахался эта телега, и она переворачивалась. Ну и все, что с этим связано, выходило. Стал вопрос, либо его, так скажем, продавать на мясо. Чего греха таить? У того хозяина встал вопрос. Либо кто-то его возьмет. Но так как сердце хозяина его именно для души держало, то мой запрос, что давайте попробую подержать. Если понравится, если смогу с ним справиться, то буду дальше держать. Тем более лошадок я уже на тот момент обожал. Ну и опыт был. Так и случилось. Мы кое-как вдвоем его запрягли. Подъехали к дому. Я его привязал. Кое-как распрек. На следующий день, болью судьбы, что-то ёкнуло мне ехать окучивать картошку. Окучивать на лошади с окучником. Мозг, наверное, в этот момент не работал, потому что на лошади, которая прыгает право и влево окучивать картошку, это как-то нелогично. Но что-то, видать, мне сердце подсказало. Мы запрягли, я положил окучник в телегу. И мы поехали в сторону поля. Ну, поехали, мягко сказано. Полетели. Пегас, он же летающий конор с крыльями. Мы полетели. Он все в голову прорвется. Благо, дорога ровная, без всяких поворотов. Долетели до первой поляны. Моя привычка меня не подвела. Я всегда беру с собой веревки. Куда бы ни езжу, верхом ли, в телеге, в санях, веревки обязательно. Я его сворачиваю в кусты. Он притормаживает, останавливается. Привязываю. Заранее выбрав кусты возле сушины. Там сушина лежала. Где-то вот такой диаметр. И метра 4 или 5. Я ее подволакиваю. Привязываю за телегу. Не ложу на телегу, привязываю за телегу. Почувствовал, что силы ему некуда девать. Ему надо, так сказать, выбежаться, вытрепаться. Сажусь. Он вголоп. Я ищу глазами, где еще взять груза. Такая же сушина. Так же привязываю. Две уже. Он вголоп. Я его не погоняю ничего. Я только его пытаюсь притормозить. Чую, что он не чует, что там у него что-то привязано. Хотя уже вес телеги, вес окучного оборудования. Это валек, окучник. Нашел третью сушину. Она была побольше. Привязал. Уже вот три веревки, три сушины. Сзади болтаются. Он попытался вголоп. Прогнал где-то метров, наверное, 40-50. Ну и стал переходить на шаг. Ну и еще, видать, мало было. Я его прихлопнул один раз. Ну как прихлопнул. Вожжами придал. Он опять вголоп. Вот так мы пролетели еще, получается, метров 800 до поля. Он к тому моменту. Это был второй день нашего, так сказать, плотного знакомства. К полю он прибежал уже довольный. Мы на всякий случай еще пешком с этими сушинами прошли вокруг огороженного поля. Ну там 10 участков огорожены. Распрягался он уже без всякого, без всякой прыти. Стоял и ждал. Ну, правда, он, наверное, уже и не мог прыгать. У него коленки тряслись. Но этого одного раза. Это вот такая история. Одного раза хватило, чтобы после... Вот сколько он уже у меня лет? Шесть лет. Я уже семь лет, не знаю, пять. Ну, около шести. Никогда он меня не подводил в плане послушания. Единственное, это вот, конечно, когда... Надо было его научить назад ходить. Назад, назад, назад. Назад, 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 назад. Трррр! Молодец! Хоп-хоп! Голову, 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 голову. Молодец! Молодец, уночка! Эта необходимость была связана с тем, что, когда в лесу надо хоть летом, хоть зимой вытрелевывать лес на волокушах, не хвостом, как в видео. Хвостовая вязь – это отдельная тема, и я про нее скоро расскажу. Когда надо было на волокушах хомут, палки и перекладина с лыжами. Когда надо вытрелевывать лес, не всегда удается по большому снегу развернуться вовремя или между лисинами пройти. Я, может, конечно, и засниму, но пока расскажу. Я привязываю его там, где откуда надо лисину тащить. Говорю ему трррр, ухожу максимально вперед. И говорю ему хоп-хоп, так, чтобы он услышал. Он ко мне идет, доходит до туда, докуда надо дотащить лисину. Я его отправляю, если что-то надо вправо-влево. Мы распрягаемся. Что мне понравилось, когда он уже научился, так сказать, на пульте управления работать, я с собой брал молодежь. Ну, молодежь 12-15 лет, 17. Я только привязывал бревна. И он, уже тропинка была свободная, его там разворачивали, говори хоп-хоп, он приходил ко мне. Я привязывал бревна, ставил на тропинку, говорил хоп-хоп. Он шел до того момента, как его останавливали. Там дергали несложный узел, он развязывался, бревно, так скажем, оставалось непривязанным. Его чуть дергали вперед, бревно спадало с приспособлой. И вот так вот, очень даже полезненько. Мужикам нашим тоже понравилось. Ага, вопросик? Он летом более гладкий, а зимой пушистый? Да, он не то, что пушистый. Из-за того, что, я предполагаю, из-за того, что он какой-то тувинец-полукровка, ну, тувинских кровей. Может, кто держит лошадей, обратил внимание, что он невысокий. Он низенький, и ножки у него широкие. Я не про копыта, а про сами ноги. Он какой-то тувинец-полукровка, я его называю. Кстати, он ест почти как коза, а работает как полутяж. Хороший полутяж. Вот. Мужики проверяли, тоже удивлялись. Вопросик? С какого возраста лучше заводить лошадь? Какого возраста лучше заводить лошадь? Сейчас я расскажу, даже скажу про шорстку. Обычно лошади, когда линяют, то это проходит, ну, практически незаметно. А когда пегас линяет в нашей деревне, то все, кто едет в телеге со мной, и я в том числе, вот так вот белые. В каком возрасте заводить лошадку? Если вопрос про возраст лошадки, то, конечно же, если вы хотите, чтобы она была вам стопроцентным другом, это надо с маленького возраста, чтобы это был жеребенок, и он, так скажем, с вами жил. Если вы хотите, ну, так скажем, если нет возможности содержать вот три года, обучать, чтобы потом в трехгодичном возрасте только можно пользоваться седлом, ездить. До этого, к примеру, двугодичного, можно маленьким ребятишкам кататься давать, но без седла, чтобы никак не повредить позвоночник. Это вот распространенная ошибка, когда садятся, не дожидаясь, когда сформируется хребет. Это в три года вполне обучаемая лошадь, в плане того, что лучше, если вы не взяли с молоду маленькую, то лучше брать уже обученную лошадь, которая хотя бы без проблем ездит верхом. Вот, потому что самим обучать это, ну, так скажем, это чревато последствиями. Да, вопросик? Ты его выгуливаешь верхом ежедневно или только работа? Какую ежедневную нагрузку ему даёшь? Мне основное выгуливание, особенно летом, дают многочисленные ребятня, которые приходят кататься по деревне. Они его моют, уезжают на нём, катаются к друзьям, к подружкам в соседней деревне. А так, у него нагрузка, к примеру, ну, в течение недели, вот скажем, если 7 дней брать, это за водой съездить, за сеном я зимой стараюсь не каждый день ездить, а так, чтобы, ну, раз или два раза в неделю привозить, чтобы сильной нагрузки не было. Всё-таки снег такой, так скажем, не сильно разгонишься и устает лошадка. Вот. А если вдруг такое время, что, ну, никуда не выезжаю, а это бывает, когда снег идёт, в основном привязано к тому, что снег идёт, цепляю за сани или за волокуши, за те же огромное колесо, тоже я вам покажу скоро видюшку, пока ещё не снял, от трактора, и мы с ним чистим тропинки. Вопросик. Дети с какого возраста могут сами запрячь? Его. Его, в принципе, может запрячь любой, это зависит, конечно, от мышц ребёнка, кто может поднять хомут. Самое тяжёлое в этом взбруе – это хомут. Вот. Почему я обратил внимание, что именно его запрячь? Потому что его подвёл куда угодно, к любому постаментику, с которого может ребёнок натянуть хомут. Вот. Он стоит и ждёт. Если его, так скажем, пробовать запрягать даже взрослому человеку до того, как он оказался у меня, конечно, это нереально даже взрослому человеку. Вот. А так, ещё такая история была с ним. Вернее, не с ним, а с лошадями у меня. Это ребятёнок ходил, постоянно катался, ну, жил он недалеко, и со мной ездил на телеге везде, за грибами. С шести лет, в общем. И когда девчонке девять лет уже было, мы с соседом заливали ему погреб. И, ну, так случилось, что уже... Здравствуйте. Уже темно было. Мы при фонарях. Ну, надо было. И девчоночка это спросила. А запрячь ли лошадь, чтобы быстрее, ну, домой подъехать? Так сказать, телегу оттаранить. Мы с фонариками с налобными. И я-то знаю, как бы, что она может попытаться. Ну, и, в принципе, запречь просто там поправить надо будет что-то. Это девять лет. Девчонка причём. Даринка. Кто её знает. Вот. И сосед Толя подшутил. Да, говорит, запрягай, конечно. Но он как-то не догадывался, что... Во что вылится эта шутка. В положительном, конечно, плане. Мы заканчиваем. Помыли бетонную мешалку. Промыли. Выходим на улицу. Там стоит запряжённая лошадь. Он такой, фонариком светит. Все узлы, всё, что надо было затянуть. Всё как надо было затянуть. Идеально. Так что, вот, девять лет это может ребёнок идеально запретить. Вопросик? Вот интересно про купание в реке. Они же по дну ходят. Если дна нет, то не поплывут? Если он у меня, ну, так скажем, он настолько доверяет хозяину, что одного раза хватило, чтобы его потянуть за собой. К примеру, мы частенько выбираемся на ту сторону реки, чтобы орех вывозить верхом. Вот. На лошади это самое оптимальное, потому что трактора туда не проходят. Перевозить на лодках квадрики тоже как-то, ну, боязно утопить. А лошадка, она прекрасно плавает. Вот. И, ну, к примеру, если не его брать, а в принципе лошадь, то лошади, ну, так скажем, не особо любят в воду прыгать. И он у меня показывает пример. Вот, к примеру, мы в три, в две, в две лошади, а, даже в три, в три лошади перевозились. Вот он первый прошел, а за ним эти лошади уже видят, что он переплыл. Они уже без страха за ним прутся. Одна лошадка из тех была, которая вообще никак, не через большую лужу, не через ручей, вообще ни в какой перейти не хотела никогда. А за ним идет. Ну, как бы, вот, пример показывать. По дну был такой один раз случай, которому я, конечно, безмерно благодарен, когда меня взяли в поход, в экспедицию, в глухую тайгу, в сторону пика грандиозного. Кто погуглит, знает, или знает, вот, это глубочайшая тайга. И полтора месяца мы там, так скажем, ходили, бродили, пробивали тропинки, дорожки. И вот там я уже перенимал опыт у такого опытного дедочка, который занимался очень давно лошадьми. Там, вот там я увидел, что единственная проблемная переправа, даже если минимум воды, это плоские камни. Для нас они могут быть опасны, если там тина и скользкое что-то наросло. А для лошадок, так как у них копытки, в принципе, любой плоский камень – это опасность, потому что он может поскользнуться, куда-нибудь попасть под камень и тогда повредить ножки или… вопросик. Где вы живете? Мы юг Красноярского края. Вот такие просторы и куча снега. Сколько ему лет? Красавчик какой. Да красавчик, конечно. Ну, 16-16, пол-семнадцатого, наверное, вот так вот. Были такие случаи, когда пегас спасал тебя? О, да! Минимальный случай, и причем самый распространенный. Ну, слово «спасал», конечно, может к этому не подходить, но он выводил меня из, так скажем, тайги, когда мои глаза уже сумрак не воспринимали. Это ночь была. Мы когда за Черемшой ходим, то периодически, чтобы найти большую, исследуем новые места. И, так скажем, я очень сильно нашел, короче, поляну огромной черемши гигантской, собирал-собирал, не заметил, как время прошло, потому что солнца не было, были тучки. Вот, начало темнеть, начали выходить, а далеко уже было. И так как на маленьких расстояниях я уже знал, что он идет обратно по своему следу. Я сел верхом, отпустил вожжи. Ну, когда впереди ведешь его, он, конечно же, будет за тобой идти. А когда верхом сидишь, он идет по своему следу, возвращаясь туда, откуда пришел. И вот мы ночью уже выехали к Стану, к телеге. Хотя там неровная тропинка и вообще не тропинка была. Это чистейшая тайга. И вот он, где мы днем шли, искали эту черемшу. Он по этим следам. Это было не один раз. Это я, так скажем, можно сказать, постоянно пользуюсь этой примочкой, которая есть, в принципе, наверное, у всех лошадей. Если их, конечно, обожать и любить. Да? Федик. Федик. Давай еще морковку дадим. Морковку. А? Морковка-то вкусная. Ну-ка. Почелучик. 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 Ой, молодец. Ой, молодец. У вас есть еще животные, кроме него? Да. Три козочки и две кошки. Да. Собака еще была, но она потерялась в тайге. Вот буквально недавно. Тяжело ли добиться доверия лошади? Нет. Слово «тяжело» как раз напротив. Очень легко добиться доверия. Вернее, слово «добиться» надо заменить. Добиться лошади, именно добиться доверия лошади не удастся. Даже если взять, ну, самого начитанного, теоретически начитанного типа воспитателя лошади. Если он захочет добиться доверия, он доверия не получит. Что он получит страх. Он получит только страх лошади. Это вот ошибка тех, кто дрессирует. Это даже не с лошадей связано с собаками, с соколами, с кем угодно. Это вот такая ошибка, что на страхе воспитывать. Нет, на страхе ничего не воспитаешь. Это, наверное, так же сравнимо, как с детьми. Воспитать на страхе ребенка – это хуже некуда. А если заменить слово «добиться», это заслужить доверие лошади. Заслужить – это обоюдно доверять ей. Ну, как доверять? К примеру, такой банальный пример, который, кстати, работает и на котором пегасик становится еще податливее и еще доверительнее. Если взять все взаимодействие и командное общение с лошадками, ну, конкретно давайте пегасика возьмем, за 100%, то больше 50% надо хвалить. Это так же относится к ребятишкам. Если вы его хвалите 80%, то эти 20%, так сказать, непоощрения любовью, это будет для него… Он к ним будет прислушиваться. Если вы постоянно ругаете, ну, к примеру, он что-то хорошее делает, а лошадь же она постоянно хорошая делает, везет ли вас, верхом ли везет, либо груз что-то, хвалите, молодец, хороший, постоянно. Можно, можно так сказать, все, все объединить. В те моменты, когда лошадь не делает ошибок, постоянно ее хвалит. Вот так скажем. Хвалить, холить или лей. Как только лошадь делает ошибку, она понимает по действию хозяина, что что-то не то, подсознательно. У нее что же есть? Там вот эти системы, которые воспринимают, работают и, главное, самообучаются. И вот таким образом пресса. В интернете все вошли? Да, хватит. Он у нас глиниет. Если хищник в тайге решит напасть, кто в большей опасности, лошадь или человек? О, прекрасный вопрос. Кстати, я сегодня, у меня вообще с головы вылетел он. Про медведей. У нас вообще куча медведей. Вы, наверное, в YouTube-канале видели, как я там снимал, как они к нам лазают. По нашей улице вот с этим лед проходил 6-7 лет или 8 назад наглую. Лошадь, так скажем, она в принципе, ну, у нее нет возможности напасть, только защищаться. Ну, оборона. Это либо, если лошадь не может бежать куда-то, если привязана, к примеру, к блесу. Либо, если лошадь, ну, лошадка родила и надо защитить жеребенка. Но ни в коем случае не напасть, а только оборона. Если неправильные действия, ты подходишь к жеребенку, там что-то, или к маме жеребенка. В случае, ну, конкретно пегасика, да и, в принципе, лошадей. А, я скажу, что я заметил. Так как я в тайге, в походах, вылазки таежные. Медведь, даже берем медведя, кстати, с волками не связывался, я ничего не могу сказать про волков, про стаи волков. Вот, но если брать медведей, то они никогда не подходят первыми. Если так случилось, что все-таки медведь, ну, так скажем, не унюхал. На, еще последнюю морковку. Молодец. Если не унюхал вовремя, и так случилось, что вы встретились близко, почему медведь не нападает. Это как-то, я не помню, кто-то мне из дедов сказал, я уж, я просто зафиксировал это в памяти, как нужно. У медведя есть инстинкт самосохранения. Когда, ну, если вдруг прилетит ему в лицо копытом увесистым, то повреждения могут быть такие непредсказуемые, что он не наберет веса, мишка, не наберет веса осенью, и, так скажем, это повредит его жизнь, мягко выражаясь. Ну, канал же наверняка смотрят и дети, я мягко буду выражаться, вы уж меня извините. Из-за этого медведи не лезут. Вот сколько мы встречали, сколько я верхом ехал и за повод вел фигаса, сколько мы их встречали, они, так скажем, больше пытаются ретироваться. Вот лошади, нежели проявляют интерес, ни разу не проявляли интерес, два раза было, просто смотрели, ну, видать им два молоденьких было, ну, разные случаи, молоденькие мишки, большие сразу утекают, а молоденькие, им, видать, интересно, они смотрят, 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 видят, что, ну, лошадь большая, еще и всадник сидит огромный, они потом уже, когда понимают, что сильно опасности нет, защищаться не от кого, начинают ретироваться. Самое, что мне нравится в тайге с лошадью, что она вот привязана возле палатки, либо стоит возле стойбища, ну, стойбище, если это можно назвать стойбищем, или же еще котиков. Короче, там, где мы костер ждем, обитаем и пасется рядом, то ночью, если медведь даже и подходит, ну, знакомится с запахами, то лошадь обязательно начнет фыркать, там, гугокать, и мишка близко не подходит. вопросик. Вещи лошадью пахнут, как супруга относится к этому? Супруга, ты как относишься к этому? Ну, вещи не пахнут, поэтому нормально. Вообще, вещи будут пахнуть лошадью, если лошадь грязная. Это так же, как и с козами, так же, как и с коровами, так же, как с любыми вообще домашними и, ну, не домашними, наверное, тоже животными. если шерстка грязная, ну, вот, давайте, такой, быстрый пример. Вот сейчас он просто мокренький, сыренький. Если я на него залезу, я стану мокрым, но не вонючим. если он, так скажем, поваляется там, где у него какашки, ну, вдруг бывает такое, либо, особенно летом, после катания, он мокрый не от пота, вернее, летом, когда он мокрый от пота, а не от снега. Конечно же, конечно же, те штаны отправляются в стирку, потому что они очень сильно пахнут. Ну и, так скажем, сбруя, она, да, она постоянно пахнет. Не считая того, что иногда мы прям в сбруе купаемся, чтобы ее промыть, простирать. Ну, это касаемо, конечно же, в первую очередь, этих войлоков, которые стелятся под седло. Хомут не постираешь, иначе он испортится, он постоянно запахом. А так вот, даже, вот, у него рожица сама, вообще она вкусненько пахнет, она даже не пахнет чем-то невкусным, она сейчас, сейчас, у меня руки морковкой пахнут, он морковкой пахнет. Ребята, чем ты пахнет? Ну-ка. Так. Лошадь зимой моет, вообще рабочую лошадь надо мыть? Зимой мыть ни в коем случае. Летом он моется, у меня, когда стоит под дождем, у меня так он привязывается, что он может зайти в стойло к себе, может выйти на улицу, но почему-то ему больше нравится стоять на открытом воздухе, особенно летом, под дождем стоит, и у него, видать, весь пот, который ему тоже наверняка некомфортно после работы, он смирается. зимой зимой это, наверное, ему будет некомфортно, чтобы его мыли. Мою я его, если слово использовать, мыть, именно мыть, не купаться, а отмывать это на покосе, когда он работает в косилке, к примеру, или в принципе работает на сложной работе на солнце, у него очень много пыли прилипает к поту, и он пот соленый же, и вот места, где сбруя прикасается, вот здесь, вот здесь, где хам создается после такое выражение есть пена, когда появляется белая, это называется мыло, мыло на лошади, оно, когда особенно начинает подсыхать, оно коркой встает, и периодически, чтобы не допускать этой корки, потому что корка, она может уже повредить кожу, ну, не кожу, меху начнет вытирать его, чтобы не допустить корки, я периодически подъезжаю к водоемчику, у меня там этот текет ручеек, и с бутылки поливаю, обтираю его прям руками, обтираю вот эту вот соль, кот, который начинает уже высыхать, ну, и, в принципе, ему очень приятно, когда на него, кроме ушей, конечно же, почему-то ему так приятно, льешь везде, и он от кота, когда высвобождается, он намного приятнее, потом дальше работает на том же покосе. Еще в планах есть лошадки? Еще завести две, три? В планах, скорее, в мечтах есть. Я хочу завести девочку, лошадку, чтобы она рожала жеребят, чтобы хотя бы две, ну, три было лошадки у нас в хозяйстве, чтобы можно было сесть верхом с дочками, с сыновьями, поехать, как я за грибами езжу. Ну, и периодически берут, приходят кататься, брать, тоже пары, либо там мама, папа, дочка, там, и как бы, ну, одной лошади маловато. Как хозяйство позволит, будем расширяться, конечно, с удовольствием. Вот еще и сыновья подрастут, если они залипнут на это, милое дело. Мерзнет ли пегас? Если да, то при какой температуре, и как его оградить от замерзания? Пегас и мерзнет. он мерзнет в одном случае. Если мы приехали, ну, с работы, он мокрый, что мы делаем? Я его распрягаю сразу же, уздечку можно снимать, можно не снимать. не боись, проходи. Мы зафиксируем твою улыбку. Мы зафиксируем, говорю, твою улыбку. Ретрансляция идет? Ну да, ретрансляция. И вот он в распоряженном виде находит место, если это зима, ну, в основном, зимой, конечно, находит место, где снежок нетоптанный еще, начинает валяться, тем самым пот впитывается в снег, ну, основная часть. Вот он становится таким лохматым, ему становится потеплее, и в этот, в конюшенку, желательно завести в конюшенку, он у меня привыкший, что я его просто прицепляю, а он сам заходит. Но же, если лошадь к этому не включена, желательно, конечно, завести в конюшенку, чтобы он без ветра высох. Ну, на на языке коневодства это называется остыл. Еще очень очень важный момент, что надо знать, вот как раз, чтобы лошадь не простыла, не замерзла, ну, замерзла, замерзла, не замерзла, это маленькая такая нюанс, а вот если он простынет после того, как он замерзл, вот это будет, конечно, большой минус. Чтобы лошадь не простыла, обязательно надо знать следующее. Можно поить лошадь только во время работы, за 40 минут до окончания ее, до окончания работы. Желательно, конечно, перед работой, можно сразу же перед работой поить, но вот если вы поработали уже, неважно, мокрая лошадь, либо она просто проехала верхом, все равно все органы, они разгорячены, они, так скажем, у них температура намного больше, и мышцы, и органы по температуре намного больше, чем в пассивном состоянии. и после, ну, так скажем, особенно мокрой работы, потной, поить желательно, ну, час, выждать час, и потом поить. Если полтора часа, еще больше. Да, вопросик. Как оценишь интеллект лошади? Сравним ли он с собачьим или каким-либо другим животным? Обязательно, обязательно, даже, может, даже и объединю собачью лошадь, кошачьей, лошадиной с интеллектом сейчас вспомню, как его зовут, дельфина. Вот кто-то говорит, дельфин, умный, да, однозначно, интеллект, он, так скажем, если не мыслительные функции, а именно интеллект, он очень умный. Лошади, лошади очень умные, они запоминают дорогу. Банальный пример, у меня такая фишка, банальный пример. Он настолько, так скажем, я никогда вообще не задумывался об этом, но выяснилось, что можно сравнить с машиной Тесла. Программное обеспечение такое у них. К примеру, я его запрягаю, выехал на дорогу, если я ложи, ложи положу на сане, то он меня привезет либо к садику, туда и отвозил детей постоянно, он знает, либо к магазину. Вот у него два таких пути. когда он проезжает мимо поворота налево, вот отсюда видно этот поворот, он его проезжает, когда подходит к нему поближе, ну, так скажем, едет, уже подъезжает ближе, он старается его пробежать быстрее, чтобы не свернуть на него, потому что этот поворот означает, что надо привезти сено, привезти дрова сухие, там, ну, короче, поработать. Вот. Так, если интеллект, так скажем, относить к памяти, память очень хорошая у них, особенно на, так скажем, ну, наверное, так же, как и у собак. Проходи, проходи. Сейчас тоже засветишься. То есть, засвечу. Давай, помогай, видишь. Я вижу. Да, это он греется. Наш знаменитый пегасик. Как он запоминает на, наверное, на всю оставшуюся жизнь хорошие моменты и уже, так скажем, его программное обеспечение позволяет по-разному относиться к разным людям. Кому-то он доверяет, кому-то он проходит мимо, зная этого человека, он уже как-то, ну, видно, что начинает ушами показывать, что ему некомфортно было с этим человеком. Кто-то пугал его, к примеру, испугал, либо кто дает морковку, кто даже не дает морковку, просто погладил, там, ну, вот это опять же повторюсь, внутренний позыв какой-то был, либо обидеть, либо наоборот подарить тепло свое, ну, тепло своего сердца, так скажем. То же самое наверняка с собаками, то же самое с людьми, в этом мы похожи. Как он проявляет недовольство? Вообще бывает злой или не в настроении? или он как собакен? Наверное, с собаками можно сравнить, но скорее его настроение зависит не от его состояния, а от состояния того, с кем он контактирует. Ну, от состояния хозяина или состояния того, кому хозяин доверил на этот момент. Это вот четко у меня проявлялось, когда у меня его брали поработать. Видит, что он у меня спокойный, о, как управляется, еще и можно командами, давай, можно, я там дровишки себе привезу. Потом приводит его вот так вот. Я не могу, он там не слушается, там, понес меня туда-сюда и именно связ... Молодец, иди сюда. Что тебя там этот ждет? сено ждет тебя? Че ему твой сухарик-то? Молодец. Сухарики, скажи, сейчас закончатся, что будешь делать, хозяин? Единственное, когда он может недовольством это не назовешь, оповещать хозяина, ну, даже, либо не хозяина, в принципе, оповещать близкого человека, близкого, в смысле, кто у него ближе, он же, он же пытается сказать, он не может сказать ротиком, голосом, он не может сказать, он своими действиями показывает, что ему что-то некомфортно. нога болит, мышцу тянет, там, узел сильно где-то затянут, или, самое распространенное, если запрягли, ну, верхом, когда запрягают седло, попадает либо хлястик под седло, это вот самое распространенное, либо хлястик, либо стремя, ну, когда подростки запрягают, они сначала боятся, и что-то у них выходит за пределы их контроля. И он обязательно, а что, он так пляшет, вот так вот стоишь, стоит, вот так вот подросток на него смотрит, а он так вот так вот себя ведет. Я подхожу, смотрю, у него вот это вот под седлом лежит железка. Если хлястик, он знает, что от маленького дискомфорта. Сначала, если он поедет, уже может натереть спинку, и он будет уши прижимать, пытаться показать своим поведением, нестандартным поведением. Потому что стандартное поведение, это вот, нестандартное, это беспокойство. Своим беспокойным поведением лошадь, конкретно пегас, показывает, что что-то в сбруе ему не нравится. Либо бывает такое, что он сильно наелся, и перед тем, как кататься, он маленько показывает, что я уже сразу смотрю, говорю, вы не разгоняйтесь в голубь, к примеру, или рысю не надо, вот пешком нормально ходить. И он уже комфортно себя чувствует. Но это вот после того, как он сильно наелся, так скажем, ему нежелательно бегать. Обязательно покажет это. Чем меня это выручало, меня лично, когда в тайге, ну, когда освещения мало, заседлываешь, малейшая крохотная даже иголочка от пихты или кусочек веточки, или там листик, попавшую вот сюда на спинку между полками седла и спинкой, через 3-4 часа езды, особенно не просто верховой езды, а если у тебя сумины висят, ну, груз 80 килограмм дополнительно, и плюс ты сидишь, то через 3-4 часа в месте, где эта иголочка лежит, вышаркивается голос так, что появляется мокнущая ссадина, а это дикий дискомфорт лошади, она становится вообще очень сильно переживательной, вот, и меня чем выручало, я его запрек, сажусь и смотрю, что мой ласковый пегасик, вот так вот ко мне, я понял все, распрягаюсь, и смотрю, что не усмотрел, и там вот палочка, буквально палочка, я его этому не учил, он, наверное, сам как-то считывал мои мечты о том, чтобы лошадь могла подсказывать человеку, что ей некомфортно, так, вопросик, кроме лошади, какие мужские обязанности в деревенском бытие у мужчины, не хочется в город, в комфорт, я родился в городе, это город Чита, жил и в многоэтажке, в девятиэтажке на восьмом этаже, у нас на балконе жили курицы, уже, вот, потом жил в двухэтажном коттедже, у нас были барашки, козы, свиньи, лошадок не было, гуси, куры, крысы, вот, ну, так скажем, я до сих пор не жалею, что в девять лет мы переехали в сельскую местность, хоть и сменили несколько деревень, но, вот, до сих пор абсолютно никак не жалею, уезжал, вернее, приходилось, там, к примеру, сдавать на права, сначала на мотоцикл, отдельно, потом, 16 лет, потом, 18 лет на права на машину, жил у отца в городе, последние три месяца жил, не соблазняет меня город, почему-то, здесь, ладно, не буду рассказывать пока, обязанности мужские, какие, да, плюсы здесь, расскажу про вопрос, это вот, какие обязанности, ну, конкретно, у нас, это, начну с самых, так скажем, самых затрачиваемых по времени, время затрачивается, это, зимой чистка снега, привоз сена, именно зимой, почему, чтобы разгрузить летнее время, время покоса, потому что время покоса и так вот, так вот, загруз, там, в течение двух-трех недель, с утра до вечера, практически, вот, но это разово, один раз в год, дрова, дрова, либо, если кто покупает, это колка, ну, у мужчины, наколоть дрова, сложить, чтобы они просохли заранее, заведомо, вот, я периодически вылажу на свой покос, там, сушины, которые падают на покос, я их могу официально брать, вот, сушины вывожу, но это, практически, половина дров обеспечивается, на это время уходит, так, да, по мелочи, в основном, это радостные моменты, заготовка папоротника, что будет, видео, весной, это березовый сок, березовый сок, я каждый день, когда он идет, хожу, папоротник, это все сезонное, но оно, как-то постепенчато, все двигается, заготовка черемши, опять же, видео будет, я с удовольствием покажу, даже, ну, даже если взять покос, он, это косить сено, вот, летом, а так, у меня покос начинается с весны, весной надо расчистить, от деревьев, которые, в последние годы ветра у нас стали, таких ветров не было, это, наверное, так скажем, перестройка природы, там, глобальное потепление, или еще что-нибудь, периодически падают деревья, их надо зачистить, потом прочистка дорог, ивы зарастает капитально, расчистка мест там, где стога стоят, от гнилого нижнего сена, ну, разбросанного, и уборка, полностью подготовка покосок, подготовка поля к покосу, это расчистка, под стога сложатся бревна, чтобы сено лежало на бревнах, а не на земле, иначе оно напитается влагой, и вот надо идти бревна собрать, убрать, сложить под пихточку, собрать огородку, огородка, это когда покос завершен летом, и до осени, до снегов, коровы ходят и пасутся, и чтобы они стога не попортили, делаются огородки, из жердей, это все надо, зимой это нереально сделать, в снегу, это все собирается, и складируется, увозится, какие-то добавляются жерди, потому что какие-то сгнивают, ломаются, ну, и, как бы, весело, грибы, параллельно все это, грибы, ягоды, орехи, это параллельно, надо все успевать, вопросик? Ну, я последний, потому что батарея садится, получается обслуживание лошади, это много времени, и летом, и зимой, может без лошади проще? Нет, обслуживание лошади, это только вот сено, ну, я, к примеру, сено вожу и на козочек, а козочки, это молочко, это мои детки пьют, лошадь, она меня обеспечивает, ну, к примеру, я, так могу сказать, я влаживаю, меньше, чем получаю, взамен, и по финансам тоже, и по затратам, к примеру, его с мотоблоком, ну, никак не сравнишь, с машиной, никак не сравнишь, на нем можно вывести с тайги, что угодно, на нем самое, даже, вот, по этим, если не привязываясь, он обеспечивает здоровье моим детям, детям, кто катается, подросткам, в принципе, я вот всем рассказываю, это же ипотерапия, а ипотерапия, это полностью, ну, возьмем, возьмем исторический факт, именно факт, что у индейцев, и у индейских, особенно, женщин, бабушек, и, в принципе, у всех племен никогда не было проблемы с опорно-двигательным аппаратом, позвоночник, плюс мочеполовая система, плюс дыхалка, не было проблем, потому что верхом, когда едешь, это все, я по себе знаю, и вот, если кто погуглит, погуглит ипотерапия, то там огромный пласт того, чем полезна лошадь, ну, и напоследок скажу, маленький нюанс, который уже я подметил, можно по энергетике, можно сказать так, что лошадь, это USB кабель к связи вашего организма с живой, ну, нашей матерью, землей, с энергией планеты, ощущается это вообще классно. Давай еще последний, муж сказал, что хочет уроки лошадства, на YouTube канале есть практические советы? Уроки волшебства? Лошадства. Ну, наверняка есть, правда, которые, как бы, я просматривал, ну, я не искал этого, я просматривал, в основном школы есть, и платные, потому что, ну, это, это такая индустрия целая, с лошадьми связанная, если брать не деревенскую лошадь, а верховая езда, вельшировка, вот это, все-все-все такое. А у нас-то, да приезжайте, возьмете бесплатно уроки, мы вас покатаем с удовольствием, да, с собой вообще в поход возьмем. Ну, давайте, пока-пока, подписывайтесь, приглашайте друзей, обязательно. Давайте, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!